Привет, друзья! Рада видеть вас на канале Польский онлайн. Меня зовут Иванка. Сегодня у нас с вами новая тема. Мы обсудим формы глагола ищть. Если вы знаете, то ищть... Точнее, если вы не знаете. Ищть значит идти. И есть такие формы, как прийти, перейти, отойти, в принципе, как и в русском языке, также в польском. И вот сегодня мы все эти формы выучим, рассмотрим примеры с этими формами, поэтому, если для вас это интересно, тогда оставайтесь со мной. Ну, а мы начинаем. И первая форма от этого глагола, очень часто использованная, это пшисть. Что значит пшисть? Я думаю, вы догадались, это прийти. Как пример, я джищай пшиш вам в чешне и до праце. То есть я сегодня пришла раньше на работу, а он в угуле не пшишеду, а он вообще не пришел. Следующая форма очень похожа на предыдущую. Звучит она как пшэйсть. Предыдущая была пшисть, теперь пшэйсть. Пшисть было прийти, а пшэсть перейти. И как пример, у нас пшэйсть через улицы можно только через пасы. То есть перейти дорогу можно только по пешеходному переходу. Пасы это именно переход. Следующая наша форма вэйщь. Что значит вэйщь? Вэйщь это войти. Приклад мамы. Магда вэшла перша до сали. То есть Магда в зал вошла первая. Или же задзвонь до мне, як вэйджеш до склэпу. То есть позвони мне, когда ты зайдёшь в магазин. И вторая, опять-таки, борзо подобна форма, это вэйщь. Вэйщь это вэйти, соответственно. Вэйщь, вэйти. Вэйщь, вэйти. Примеры у нас он вышеду в чаще ниж я. То есть он вышел раньше, чем я. Или же они написали ми, кеды вышли з экзамину. То есть они мне написали, когда вышли з экзамена. Следующее наше слово это обэйщь. И можем, например, сказать не любя тутэй ходжичь, вэнц обэйда тэн будынок. То есть я не люблю здесь ходить, поэтому я обэйду это здание. Дальше одэйщь. Там было о бэйщь, пршез б, тутэй одэйщь. Одэйщь это отэйти. Например, одэшлом юж далеко от дому, вэнц не бэнде врацать. То есть я уже отошла далеко от дома, не буду возвращаться. Или можем, например, кого-то попросить отэйти. Там, прошэ одэйщь. То есть, пожалуйста, отэйдите. Теперь внимание, друзья, такая форма у нас уже была, но она имела другое значение. Я говорю о слове, о глаголе вэйщь, только вэйщь на. Это значит подняться. И важно запомнить формулировку. Если мы хотим сказать, я хочу подняться на третий этаж, например, по лестнице, тогда надо сказать, хцэ вэйщь нацшэчэ пэнтро по сходах. То есть вэйщь на, это значит подняться. Соответственно, спуститься тоже у нас будет другая версия, будет зэйщь на. Например, если мы хотим сказать, нам надо спуститься вниз, тогда скажем мушимы зэйщь наду. То есть вэйщь на, это подняться, зэйщь на, это спуститься. Запомните это и никогда не путайте. И последняя форма на сегодня это подэйщь. Подэйщь, это подойти. Например, подэйдь под мой блог и задзвань до мне. То есть подэйди под мою клетку, под мой подъезд и позвони мне. Давайте еще раз повторим все формы. Мамэ, ищь, это идти. Пшыщь, это прийти. Пшэщь, это перейти. Вэйщь, это войти. Вэйщь, это выйти. Обэйщь, это обойти. Одэйщь, это отойти. Вэйщь на, это подняться. Зэйщь, это спуститься. И подэйщь, это подойти. Надеюсь, это видео для вас полезно. Не забывайте, что в описании к ролику вы найдете конспект. Там будут выписаны все слова, все примеры, о которых мы сегодня говорили. Качайте его себе, сохраняйте и учитесь по конспекту. Я благодарна вам за то, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным. Если да, то дайте мне, пожалуйста, знать с помощью комментариев и лайков. Я буду снимать больше видео именно на такую тематику. И мы с вами увидимся уже совсем скоро в новом видео. Я желаю вам всего самого-самого хорошего. И пока!